Добрый день, уважаемые зрители канала Garden School. Я очень рада нашей новой встрече. И сегодня мы поговорим о формировании хвойных растений для их устойчивости. Устойчивости именно к зимним условиям. Зима этого года у нас на севере Подмосковья и вообще в центральных регионах России показала, что деревья должны быть подготовлены к большим снежным навалам. Было очень много разломов и всего подобного. В частности, эту сосну, горную Колумнарис, мне приходилось еженедельно стряхивать по возможности, если это было возможно, потому что все ее ветви лежали вот в этой плоскости. И сейчас я удалю лишние побеги, которые дают дополнительную нагрузку и цепляют на себя снег, который они не в состоянии выдержать. Итак, начнем. Итак, моя задача состоит в том, чтобы сделать пирамидальную правильную форму с короткими ветвями. И в свое время у нее пропала макушка, пришлось ее удалить. И, как всегда, после удаления макушки, вот посмотрите, вот здесь вот образуется несколько сразу верхушечных побегов. В свое время я это упустила, и поэтому сейчас я их буду просто переводить в более низкую плоскость. Возможно, потом один из них придется удалить. Вот я просто их... Я выбрала себе главный побег, и все остальные я просто понижаю крону. Удаляю и их... Вот, посмотрите, вот этот побег. Сейчас я покажу это просто секатором, чтобы было понятно. Удалять его надо обязательно над мутовчатым расположением ветвей сосны. Вот, возможно, также дальше буду продолжать удаление, чтобы не шло в эту плоскость. Так, и вот здесь у меня еще один. Вот здесь у меня еще один побег, который тоже надо перевести в соподчиненное положение, к основному. То есть мы оставляем центральный побег, все остальные мы уменьшаем на несколько годовых приростов. Желательно не больше двух. Хотя вот прирост этого года, прирост прошлого года, прирост позапрошлого года. Вот я его обрезаю. И дальше буду работать с конкретными побегами на оставшихся ветвях. Вот здесь тоже пойдет побег в сторону и будет оттяжелять эту ветвь. Я его сразу удаляю на прошлогодний побег. И так со всеми побегами. То есть я удаляю лидер у каждой ветви. И рост ее сразу ослабляется. Пойдут вот здесь в рост новые побеги. И они уже будут расти не с такой скоростью, как лидер. Потому что у сосен всегда растет именно лидерный побег. То есть теперь моя задача будет разобраться каждой ветвью. Но, как вы можете уже видеть, сосна приняла уже более правильное, пирамидальное состояние. Что соответствует сорту. Главный вывод. Если у вас молодые растения узкой кроны, не давайте им расти вширь. Потому что потом большой, сильной обрезкой вы ослабляете растения. Сейчас мы подойдем к следующей сосне. И посмотрим, как это делает точечно ежегодно. Итак, здесь у меня сосна. Обыкновенный аурей ниспит. Американский сорт. Аурейность у нее, к сожалению, никак не проявляется. Но рост у нее по сравнению с видом замедленный. Я уже несколько лет удаляю ей центральные проводники. И центральную ростовую веточку, побег этого года в каждом междоузле. Вот посмотрите, как это мы будем делать для того, чтобы просто держать рост в узде. Вот просто, видите, центральный побег всегда самый большой. Остальные растут более медленно. Побеги этого года уже остановлены в росте. Можно будет еще удалить вот этот побег, который растет вверх. Потому что, если вы можете заметить, я стараюсь держать все побеги, все ветви в каждом мутовчатом расположении на одном уровне. И вот здесь в том году я удалила центральные побеги, но этого оказалось недостаточно. И мне не нравится вот этот побег, потому что он растет здесь вверх. Вот я их точно так же перевожу в более ровную плоскость. И так буду поступать с каждым ярусом этой сосны. Самое главное – удалять ростовые побеги этого года на самой макушке. Потому что там закон опекального доминирования. Всегда растет самые верхние, верхушечные побеги выше всех. Ну, здесь надо будет встать на высокую стременку и провести эту процедуру. Ну, я думаю, основное вам уже понятно. А сейчас поговорим о туях. Многие туи в эту зиму также были разломаны. Ну, это прежде всего несколько стволов. Как вести туи в один ствол, есть ролик на нашем сайте. Посмотрите, кому интересно. Также я понижала туи многоствольные. И внутри они должны быть всегда связаны. В принципе, ни одна моя высокая туя в этом году не развалилась. Вот кроме этой туи западной сорт корник. У меня здесь росло две туи. Одна из них была крепко связана. Другая близко. Этот сорт очень близок к видовой форме. И он рос всегда свободно. Я просто его стригла. Тоже есть ролик о стрижке этой туи на нашем сайте. Но проблема этого года была в том, что снег был очень тяжелый. Он сразу окаменел. И все нижние побеги я до конца снеготаяния даже не могла достать. И они все поломались, потеряли форму. И я приняла стратегическое решение. Боковую здесь тую я удалила совсем. Потому что подвязка, завязка внутри кроны у нее была очень старая. И она не выдержала. Вот их надо, кстати, все время регулярно проверять. Ее разломала в конец. Я ее удалила. И удалила, обратите внимание, все нижние ветви. И вот сейчас я хочу на этом немножко остановиться. Потому что на хвойных никогда не надо замазывать, как-то срезы обрабатывать их. Но есть такой момент, как чисто декоративность. Мне не нравятся эти голые спилы, которые я вижу издалека. Поэтому только для декоративного эффекта я замажу их искусственной корой. И главное, это должен быть очень тонкий слой. Потому что под толстым слоем скапливается влага и гниет. Вот, кора. Вот просто легкими движениями, тонким слоем. Замазать все то, что мешается мне для зрительного восприятия. Потому что я не хочу смотреть на свежие срезы. Ну вот, где-то как-то так просто декоративный эффект. Дальше с этой туей пришлось связать, посмотрите, внутри кроны, временные сделать подвязки. Потому что часть побегов я пыталась сохранить после разломов. А часть просто поднять, чтобы они сохранили форму. Эта внутренняя, вообще практически голая часть, из-за того, что у нее было тесное соседство с другой туей, оголилась. Но у туи есть такая способность. Если она находится на солнце, побеги просыпаются даже внутри кроны на основных стволах. Этот способ наращивания, заращивания голых мест у туи я как раз хочу проверить. Заодно у меня образовалось много места, я тут же его заполнила. Это всегда плюс для участков, где места уже нет. Поэтому не бойтесь, если вам надо что-то выпилить. Сегодня мы рассмотрели несколько приемов для формирования прочной кроны хвойных растений. В следующий раз мы с вами посмотрим лиственные растения на примере клёнов. Острые развилки которых также очень критичны для растений при большой снеговой нагрузке, сильном ветре и прочих стихийных бедствиях. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»